всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшний блог я хочу начать прямо с утра вместе с вами и сделать масочку вот такую новиночку от faberlic я ее так кстати ни разу не пробовала вот сейчас вместе с вами хочу ее нанести это у меня вариант золотой масочки сейчас мы ее как раз нанесем слушайте смотрите но она так по текстуре она очень приятная сейчас посмотрим и ароматами такой приятная тушка такая парфюмированная но приятно ну что вот такая вот масочка у нас получается очень такая по ощущениям приятно никакие там и аромат такой очень приятный именно какой-то парфюмированный у нее сейчас похоже 10-15 минут как написано на упаковке и потом буду ее смывать но пока я буду находиться в этой маске я хочу вам показать также новинки faberlic это стиральные порошки и пятного водителя новиночки я хотела их попробовать а потом уже рассказать вам так что давайте покажу потом этим смывать маску и вот девочки эти средства о которых я говорила это эко дом faberlic новые средства я их все вот что было о чем вам рассказать да я решила все попробовать потом рассказать вам во первых эти стиральные порошки подходят для детского белья в том числе они это считается эко порошки и они защищают стиральную машину от накипи значит здесь у меня пятного водителя вот такой который подходит для меня это огромнейший плюс он подходит для белого и цветного белья здесь идет вот такая ложечка мерно идет обычный порошок у них практически но вот я вообще никакой запах не чувствую я не знаю вот если постирать просто ими и не добавлять кондиционер то просто ну я сейчас вешаю белье на улицу просто аромат свежего белья свежевыстиран то есть нет вот такой химозный какой-то знаете отдушки который бывает у порошков мне это понравилось добавляете кондиционер вот я использовала с кондиционером тоже от faberlic и соответственно аромат у вас кондиционера который вы уже выбрали да и очень классный значит пятного водителя и порошок для белых светлых тканей и для цветных тканей видите 0 процентов отдушек фосфатов хлора консервантов и красителей подходит для людей то есть для аллергиков да меня вообще подкупило почему я решила его попробовать потому что активен в любой воде любой жесткости да и мне он очень понравился вот эти два порошка я закажу себе еще это сто процентов вот ну он обычный такой белый и здесь идет вот такая мерная ложка кстати очень удобно она идет такая просто с плюснутой картон очка здесь вот носит на вот эту бумажку обрезала я вот просто такой картон очка его сплюскиваете и получается вот такая мерная ложечка дозируйте правильно мне на самом деле достаточно вот обычно я насыпаю 30 грамм всего ну потому что я стираю часто понемногу и поэтому мне вот 30 грамм хватает в комплексе с пятного водителем это вообще огонь девочки вот этот пятного водителя можно наносить на непосредственно пятно можно добавлять к порошку я добавляю вот ну когда нужно на пятно соответственно и добавляю иногда к порошку здесь соответственно все написано вся дозировка все полностью указано то есть здесь с этим нет никаких проблем что могу сказать у меня трое мужчин которые ходят по улице что-то делают работают копают красят и так далее и тому подобное конечно для меня это очень актуально отстирывает в холодной воде девочки он растворяется в холодной воде и отстирывает в холодной воде это для меня огромный плюс я не люблю стирать при этом 80-60 градусов потому что нам портится белье при такой температуре я обычно стираю 30-40 градусов вот так он хорошо растворился просто весь да и отстирывает пятна то есть вот вечером они там сняли те же носки и все отстиралась для меня это просто это вот просто огонь я буду теперь постоянно брать вот эту линейку потому что мне очень сильно понравилось и плюс еще то что защищает да вот накипием вот здесь вот для светлого белья на соответственно и для темного белья и еще я обратила внимание что он очень хорошо выполаскивается даже без дополнительного полоскания то есть нет вот такого налета белого даже по ощущениям у белья класс просто девочки я вам все ссылочки оставлю внизу инфобоксе обязательно переходите смотрите заказывайте потому что ну средства просто вот очень очень классные фабрилик молодцы всегда у них какие-то новиночки интересные и вот мне прям очень сильно понравилось но реально вот отстирывает у меня таких застарелых пятен не было но вот пятна например вот у меня муж покосил траву и дети бегали там шлепках и в носочках отстирала все все остирала это классно просто мне очень сильно понравилось так что как всегда все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе обязательно переходите смотрите заказывайте очень очень советую ну что девочки походила я минут 15 уже с этой маской вот так вот она выглядит где-то она ведь нету совсем впиталась где-то просто подсохла так что сейчас будем смывать и посмотрим результат ну что вот такой результат у нас получается кожа такая мягенькая насчет сияние не знаю но кожа очень мягкая такая прям прям мягкая и ведь такая более светлая что ли не знаю надо еще поделать эту масочку будет еще несколько раз чтобы понять какой у нее реальный эффект но кожа прям очень мягкая и как более такая светленькая что ли не знаю мне ну пока что вот с первого раза мне эффект понравился ну пойду приведу себя немножко в порядок надеться надо и и все как обычно у нас начались дожди как и обещали правда обещали еще грозу вроде бы по небу не скажу что будет гроза пока только такой неплохой дождичек я бы так сказала очень даже неплохой вот там вот у нас видите яблонька вся уже отцветает как раз и вот очень красиво сейчас вот было вчера солнышко и там у меня цветочки начинают цветать здесь вот качельки и вот это яблонька очень красивая на кстати ароматно так прям цветет но с другой стороны хорошо сейчас все прольет дождичек и будет хорошо надеюсь просто что ненадолго так как у нас любят дожди такая пасмурная погода затянуть на несколько дней конечно да ну вот так что вот такая вот у нас не скажу что мрачная но дождичек пошел видите там красиво как снежок лежит до от от яблоньки вот эти лепестки очень мне нравится когда вот так красота девочки хочу вам показать у меня муж заезжал в школу выдали набор я не знаю что это за набор а сказали за май месяц выдают вот такой вот набор это набор школьника еще один то есть я так поняла что какой-то финансирование что ли заканчивалась его сейчас с 1 июня начали выдавать снова но мы уже не первого приехали чуть попозже и вот не знаю за какой-то период в общем вот такой вот набор давайте вам покажу содержание значит вот такое печенье вот но кстати обычно вот это печенье я помню но такое знаете из детства да вот это кост она наверное вообще нереально вкусно я когда была маленькая вот это печенье со сливочным маслом вообще как как пироженка просто вот такое так что да дальше здесь в коробочке идет вот такая шоколадка молочная вот кстати вкусно вот эти победа была были шоколадки нам понравились дальше пакет молока вот такого ультрапостерилизованного у нас молоко не пьют я детям блинчики обычно делаю да вот такое и здесь килограмм сахара вот такой обычный и пачка риса кстати вот этот рис а нам же в каком-то наборе вроде бы давали такой рис он очень даже неплохой его варила он знаете бывает совсем такой мутный а здесь очень даже неплохой правда круглый но очень даже неплохо неплохой рис я считаю так ну здесь вот у нас пакетик еще идет вот такой набор получается у нас я не знаю за какой-то период девочки и вроде бы в садике мне тоже начали писать что он не надо ножку трогать и в садике мне еще тоже начали писать что вроде бы нужно будет подъехать забрать вот но в этот раз вот такой вот наборчик у нас получается килограмм сахара килограмм риса молоко две упаковки печенья и одна шоколадка вот а еще стоит готовлю такое блюдо на ужин называется это по-моему мясные ладушки или что-то в этом духе единственное что я немножко поменяла я же не первый раз готовлю немножко поменяла ингредиенты я майонез тут по в общем три столовые ложки майонеза по рецепту я кладу вот сейчас положила полторы столовые ложки полторы столовые ложки сметаны и вместо крахмала я кладу муку столько же сколько там три столовые ложки крахмала я беру муку и место репчатого лука я кладу зелень. Это у меня петрушка здесь, ну, соответственно, соль, специи, черный перчик. И сейчас поставлю мариноваться где-то примерно 40 минут или час в холодильник, и потом буду жарить на сковородке. Они получаются очень вкусные. Здесь у меня из мяса свинина. Я делала из индейки, делала из курочки. Мне кажется, из любого мяса, ну, только из говядины не пробовала делать. Получается безумно-безумно вкусно. Мне мужу очень нравятся такие мясные оладушки, но они как мясные котлетки такие. Вот, и зелень. На самом деле, вот классно именно с зеленью, потому что зелень, когда не обжаривается, придает такой очень аппетитный вид. Так что сейчас замаринуется, будем жарить. Ну что, начала я уже обжаривать свои вот эти и, по-моему, в рецепте они назывались мясные оладушки или что-то в этом духе. Я их выкладываю на сковородочку ложкой обычной. Немножечко, ну, так подправляю, если как-то мимо попадается, и жарю их под крышкой с обеих сторон, ну, чтобы мясо уж точно прожарилось. Вот, вот так вот это все дело у меня выглядят. По-моему, мясные оладьи они называются. Я вам оставлю, как всегда, на изначальный рецепт внизу в инфобоксе. Так что, посмотрите, кто еще никогда не делал такое блюдо. Может быть, для вас будет, ну, что-то новенькое. Вот так вот симпатично это выглядит. На самом деле, симпатичнее всего, все это выкладывать на такую какую-нибудь светленькую тарелочку. Ну, вот я почему-то взяла вот такую, не знаю. Вот, видите, зелень, она придает в оригинальном рецепте зелени нет, но вот эта зелень, сейчас же тем более многих огородов и так далее, да, она придает вот такой вот, ну, очень такой аппетитный, на мой взгляд, вид. Вот, можно укропчик сюда положить, но у меня пока выросла в огороде только петрушка, поэтому я положила немножко петрушки. Очень аппетитно, вкусно. Обязательно, если не пробовали, обязательно советую вам попробовать. Я думаю, что вам очень сильно понравится. Достаточно сытное блюдо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова